здравствуйте это снова канал максимадзе и сегодня у нас будет ретро обзор на мобильный телефон сегодня с sony ericsson w 700 ай я посмотрел в интернете что-то ни одного обзора на этот телефон не нашел такого надо бы это исправить до телефон не стал хитом но тем не менее заслуживает внимание это флагман линейки w волкман музыкальная серия с вот таким вот оранжевым значком чем вообще является этот телефон вышел он 20 апреля 2006 года и является слегка упрощенной версии модели w 800 а и которая вышла в 2005 году и она была самой первой модели выпускавшийся под брендом волкман sony ericsson и модели является копии другого хита компании sony ericsson к 750 ай собственно телефон был очень красивый с такой вот необычной расцветкой правда ну надо признать что не всем она нравилась но как по мне телефон безумно красивый джойстик не очень удобные как по мне он менее удобный чем на кассе 50 но но и камеры камера здесь механизм автоматического открывания камеры изменен теперь он вот так работает и этот механизм часто ломался у всех что ж в комплекте с этим телефоном поставлялась карта памяти на 512 мегабайт и специальные волкманские наушники продажи у этого телефона были не столь хороши как по сравнению как указать 50 и по сравнению сказать 50 и у него продажи были крошечные но тем не менее популярность он завоевать смог хотя высоких продаж он он не смог набрать возможно из-за очень высокой цены когда он вышел он стоил 18 19 тысяч рублей что на тот момент было просто сумасшедшими деньгами это слишком была высокая цена и возможные из-за нее телефон не получил такой популярности как 50 и который стоил всего 15000 w 700 и вышел спустя год и является упрощенной версии но первое прощение которое мы здесь видим это менее яркая расцветка но хотя такая расцветка может безусловно подойти любом здесь также дизайн тот же в принципе абсолютно не изменился изменилась только расцветка здесь спереди у нас кнопочки с цифрами эта кнопка назад эта кнопка стереть джойстик в две функциональные клавиши и клавиши вызова плеера с левой стороны находится кнопка в play пауза управление плеером здесь надпись волкман была раньше но она стерлась и здесь разъем для карты памяти memory stick проду и да у каждого производителя были свои карты памяти тогда вот у меня вот так то не выглядели в комплекте с этим телефоном шла карта памяти на 256 гигабайт давайте официально насколько я помню поддерживается до 4 гигабайт эти карты памяти были дорогие и не популярные к сожалению не существовало тогда единого стандарта как сейчас и не было тогда единого стандарта ну да сейчас микро юсби и микро sd карточки хотя нет микро юсби уже ушел в прошлое теперь приходит на его замену type-c но мне кажется спорное решение новый разъем сделать потому что надо лет пять как минимум наверное или четыре чтобы получился единый стандарт потому что сейчас это неудобно приходится собой все время таскать зарядку с собой когда куда-то поедешь нау и джек три с половиной миллиметра стали зачем-то убирать чтобы покупали на отдельно наушники еще блин спорное решение тоже здесь здесь разъем под зарядку тоже собственные cuny ericsson называется fastport также он не служит не только для зарядки а и для гарнитуры гарнитуры здесь выглядит вот так но это правда гарнитуры не оригинально это отказь взятой гарнитуры вот так вот она втыкается волкновских наушников у меня нет здесь с правой стороны кнопка ли руку регулировки громкости и кнопка затвор камеры насчет камеры кстати камера здесь упрощена в отличие от w800 ай здесь слегка улучшено качество и убран автофокус в остальном камера так точно такая же 2 мегапиксельные также есть двойная светодиодная вспышка динамик достаточно громкий звучит очень хорошо сверху находится кнопка включения непонятно какое-то углубление и инфракрасный порт задней стороны его здесь качелька регулировки механизма камеры но он тут уже поломался потому что на этих телефонах они очень часто ломались возле камеры еще такой зеркальце для селфи но она стерлась тоже уже такой вот разговорный динамик здесь у нас ну и в принципе пора наверно включить телефон здесь находится микрофон здесь крепление для ремешка давайте его включим включается вот так оранженькая такая подсветка кнопочек весьма симпатичная sony ericsson у нас тут и вот такая вот заставка манская да вон на камеру плохо наверное видны и но фиг его знает вот так и мы попадаем на главный экран меню можно с этой кнопкой войти и вызовы список и вызов пока пустые вверх вниз влево вправо джойстиком это все можно настроить у меня вверх стоит быстрое меню влево профили вправо игры и вниз контакты клавиатура довольно удобная набирать гораздо набирать очень легко здесь саде почему-то изображен к 750 ай w800 а и там был изображен w800 соответственно здесь почему-то к 750 ай это немного странно но не знаю принципе разницы нет это просто картинка здесь у нас прием сигнала заряд батарейки правда у меня этот телефон не не совсем полностью исправен он что-то в нем реально идет не так он очень сильно жрет батарею так заблокировался телефон он очень сильно батарею жрет вообще жесть какая-то просто дело в телефон я уже рассказывал об этом в других видео прямо при помощи джойстика мы входим в меню она состоит из 12 иконок это сообщение интернет play now развлечения камера волкман волкман мы обязательно посмотрим на него еще диспетчер файлов контакты радио без наушников она не работает вызовы органайзер полный полный и настройки конечно настройках стоит посмотреть есть довольно интересное меню можно включить меню запуска можно включить так чтобы после того как включаешь телефон у тебя на выбор давалось два режима это включить сам телефон или если где нельзя пользоваться телефона включить только player полноценные по три проигрывателя получается это принципе мне это не нужно потому что так с музыка же есть здесь есть как их порт так и bluetooth это довольно хорошо bluetooth довольно мощный передается довольно по тем временам передается очень быстро экпорт это конечно долго но можно было что-то передать например владельцы сименсов 65 из 75 линейки могли передавать игры сюда через экпорт было реально круто давайте теперь послушаем собственными по три плеера та же главная функция этого девайса болтман версия 10 точно такой же как w800 и w810 здесь у меня карта памяти музыкой напичкана к сожалению загрузка загрузка музыки здесь занимать немножко больше времени чем например на к 750 ай но это в принципе терпимо давайте послушаем что-нибудь интересное блин с этой мелодии с этим песней тормозит очень все но как видите динамик громкий очень можно посмотреть стройной памяти здесь 304 мегабайт это не очень-то много но выручает карта памяти как я уже говорил теперь давайте посмотрим на камеру камера здесь 2 мегапиксельная да сейчас она уже не катит но в принципе тогда но в принципе неплохие снимки можно было получать где нокия c102 например просто нажимаем на кнопку и фото и также можно записывать видео но качество видео не знаю на уровне плинтуса здесь камера здесь конечно гораздо хуже чем на позиции на к 750 у них по нынешним меркам камера тоже конечно ну короче надо смотреть вот принципе вот например фотографии в целом неплохо мне даже нравится а вот видео запись вообще ни о чем качество отвратительная фотографии ну более-менее более-менее вполне здесь фотографии не а здесь фотографии не очень хорошо получаются потому что нет автофокуса конечно же экран здесь не сенсорный сам экран здесь разрешением 176 на 220 пикселей диагональю 18 дюйма весьма высокое разрешение по тем временам очень даже неплохо давайте теперь заглянем в диспетчер файлов изображения здесь несколько фоточек я сделал давай загружайся быстрее здесь канал это мой кузен маленький балбесик чё у нас тут еще блин вот это на даче камера неплохая на самом деле все равно здесь есть несколько встроенных картинок интересных тут большинство картинок музыкальные теперь переходим к видео видео два каких-то записано ну-ка дайте посмотреть на них он там ничего интересного нет есть и демо ролик можно посмотреть демо тур демонстрационный клип телефон давайте посмотрим его что-то подключено немного такой демо ролик нам показывает что телефон музыкальный и все такое звуки звуки здесь есть не там моя закачанная музыка на карте память так есть несколько встроенных конечно же здесь конечно же здесь есть полифония это рингтоны для видеоредактора видео диджея можно было на видео наложить какой-то из этих мелодий весьма интересным весьма интересно это встроенная это встроенная это тоже встроенная на будильнике что еще здесь есть встроенные картинки мелодии здесь те же что и на w800i давайте посмотрим послушаем ту самую ностальгию интересно довольно темы темы здесь встроенных 4 давайте посмотрим какие-нибудь эквалайзер что это за эквалайзер тема оформления такая вот кастомизация для телефона делается интересно довольно sound wave такая вот зелененькая темка тоже как по мне тоже идет к телефону и ты чё какая-то тут еще темка можно закачивать конечно свои в интернете можно порыться поискать но в принципе кастомизация здесь не такая крутая как на тех же самых сименсах 65 75 линейки в 2006 кстати еще один такой факт интересный было хотя нет сименс уже можно не учитывать тогда сименс было было тогда два ключевых игрока это суньериксон и конечно великая нокия в 2006 году ну и в принципе все сименс и моторола уже тогда практически умерли было два гиганта в 2006 году игры здесь много игр в телефоне хорошая ява из встроенных игр здесь есть вот этот вот квадропоп и еще был пазл слайдер пазл слайдер я правда удалил он мне что-то не понравился вот квадропоп такой типа тетрис такая вот музычка забавная тут играет на фоне по залипать можно так сейчас исчезут наверное фигурки отлично ну и когда башня вся забьется игра закончится игр тут много я конечно все не буду показывать но из приложений здесь у нас есть world clock можно посмотреть разницу во времени с кучей городов и стран это довольно интересная функция ну и прочее ничего интересного нет интернет дорогой был конечно в те годы игры закачивали там из интернета либо с помощью ужасных смс там отправляешь смс какой-то там суммы ходите на телефон приходит игра если вы помните такое было реально я никогда интернетом в таких телефонах не пользовался у меня не было нужды ну что ж и теперь под конец немного расскажу об истории этого телефона как он появился как он попал ко мне вот этот телефон я вообще впервые увидел у одного друга своего отца еще маленький был помню до сих пор у нее такой телефон был и вот в 2016 году у одного одноклассника я такое увидел здесь шестнадцатом году в кармане его там что ли носил у него он выпал из кармана и мне прям так стало интересно смотрю что знакомые такое мы мы зашли ко мне ко мне домой в гости там зарядили этот телефон у меня зарядка была и у меня ностальгия прям была потому что у моего отца когда это был кассив 150 ай красного цвета конечно я тоже им пользовался ну и конечно ностальгия была ну и я вспомнил этот телефон я пользу попользовался им немного потом отдал ему обратно ну и в конце то ли в гостя 2017 одноклассник который в начале 2018 года я у него его выкупил за 100 рублей всего даже неудобно как-то было его за 100 рублей брать мне кажется он стоил дороже хотя правда он отдал мне его продал в ужасно плохом состоянии был корпус он ему наверное понравился мой кассив 150 ай черный я ему показывал и он решил перекрасить этот телефон в черный цвет у него не очень то получилось зато мне пришлось корпус менять я сейчас вам покажу могу сейчас показать вот вот родной корпус как выглядел я его немножко почистил но все равно он грязный остается вот задняя часть корпуса тоже вся грязная крышка задняя вот эта часть корпуса задние и вот эта передняя часть кнопки они не родные задняя крышка родная я смог ее более меня чистить вот эта часть корпуса не родная я ее но я ее более-менее смог вычистить вот эту среднюю часть корпуса заглушка тоже не родная ну и вот такая вот история у этого телефона когда я у него выкупил он почему-то стал очень быстро разряжаться то до этого у него таких проблем не было ну наверное все понастылигировали и хватит до следующих обзоров в общем с вас лайкосы и подписаться с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой запасной канал ну и группу вконтакте конечно всем пока а и 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